Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Меня зовут Сергей Колобов, я живу в Краснодаре и сегодня записываю открытое обращение непосредственно к вам, потому что тот вопрос, который я поднимаю, имеет, на мой взгляд, государственную важность. Совсем недавно после победы на выборах вы выступили перед своей командой и произнесли следующие слова. Перед нами стоят очень сложные, непростые задачи, и нам нужно не просто их решать, как обычно, в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в послании, прорыв, рывок. Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания, вот так считать и добиться такого результата. Из ваших слов я понял, что вы призываете народ России осуществить прорыв в экономическом и социальном развитии. И говорите о том, что искренне желаете, чтобы это произошло в ближайшее, максимально ближайшее время. Так вот, я хочу сказать вам, что то, что вы планируете, то, чем вы мечтаете, можно осуществить буквально за считанные дни. Дело в том, что еще в конце 2015 года я обратился к вам с письмом. Предлагаю, пока наш уважаемый партнер разбирается со своими приоритетами во внешней политике, запустить в России механизм экономических преобразований, основанный на совершенно новой передовой технологии. Это позволит в самый кратчайший срок не только уравнять силы, но и добиться полного экономического превосходства. Я знаю, как это сделать. Вот так я обратился к президенту в декабре 2015 года с заявлением, что я знаю, как осуществить в России экономический прорыв. Ну и как законопослушный гражданин, написав письмо президенту, я продублировал его в Южный федеральный округ полномочному представителю. Что я ему написал? Также фрагмент. Направляю вам второй экземпляр надежды на то, что вы оцените важность моего предложения. Задействуйте свои возможности, и информация попадет на глаза непосредственно президента, а не затеряется в аппарате. Прошу вашего содействия. Вот такое письмо я написал Устинову Владимиру Васильевичу. И естественно, ведь я же нахожусь на территории Краснодарского края, я уведомил об этом губернатора Краснодарского края, господина Кондратьева. И пишу, полагаю, что те преобразования, о которых идет речь в письме, в случае одобрения, можно было бы осуществить на территории Краснодарского края в тестовом режиме. Я человек уже взрослый, и понимаю, что непосредственно президенту мое обращение, естественно, не упадет. Что осматривать его будут чиновники. Так вот, чиновник, консультант департамента письменных обращений граждан и организаций, некая Энн Маслова, взяла на себя функции президента, делегированные ей в силу ее должностных обязанностей. И ответила мне примерно следующим образом. Таким образом, ваши вопросы президенту, вопросы, обратите внимание, вопросы президенту, вы можете изложить в письменной форме. Направить в адрес президента Российской Федерации, а также в форме электронного документа через официальный сайт президента Российской Федерации. То есть я это уже сделал, я не только вопросы, я сделал предложение конкретное президенту, а мне говорят, а ты опять пиши вопросы, мы тебе опять ответим. Так вот, что получается. Президент говорит об одном, а чиновники творят то, что хотят. Выходит, что у нас в стране управляет не президент, а чиновники. Чиновничий аппарат. Практически Энн Маслова отбросила нашу страну на два года назад. Мы создали систему, в которой глухие к болям, к проблемам каждого отдельного человека. Каждый вынужден выживать, как может, пробиваясь в этой жизни только ему возможными и понятными способами. Каждый живет сам по себе. И без изменения вот этих отношений никакого прорыва в России нет, не было и не будет. В то же время сейчас появились уникальные технологии, позволяющие в самый кратчайший срок практически мгновенно изменить общественные отношения на прямо противоположные. Создать такие условия в стране, когда каждый человек начнет заботиться сам о себе, получив необходимые для этого ресурсы. Два замечательных человека, Алексей Муратов и Юрий Майоров, они создали и запустили нашу российскую разработку новой криптовалюты. Уникальность этой криптовалюты в том, что каждый человек получает своеобразный печатный станок. И в силу своего интеллекта, в силу своих возможностей, начинает его настраивать под себя лично. Если вы сейчас посмотрите, то существующая мировая финансовая система – это финансовая пирамида, на вершине которой находятся финансовые элиты. Они печатают деньги через Федеральную резервную систему США и дальше уже через Международный валютный фонд, через банковскую систему он спускает их вниз, на нижний уровень, сюда, где мы находимся, простые люди. Мы трудимся, зарабатываем эти фантики, нарисованные ними. Либо просим их в долг с протянутой рукой, берем в кредит. Какую идеологию мы заложили в призм? Мы вот эту Федеральную резервную систему, вот эту печатную станок, опустили вот сюда. На маленькие Федеральные резервные системы у каждого человека, его мобильном телефоне. Каждый человек производит небольшую эмиссию новых денежных знаков нашего сообщества. И когда человек становится эмиссионным центром денег, тогда он начинает выбирать, куда эти деньги потратить. Вся экономика поворачивается к нему лицом и начинает работать на простого человека. Уже не вы идете к банкерам с протянутой рукой, а они уже, вся экономика, вся инфраструктура, все обращается в сторону человека. Вот чем наша крестовалюта справедлива и справедливей тех финансовых инструментов, которые существуют. Каждый гражданин сможет обеспечить себя абсолютно самостоятельно. Да еще и бюджету поможет, еще больше наполнит ваш бюджет. Так вот, Владимир Владимирович, вы говорите, что мы все одна команда. Я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась, и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России. А если мы одна команда, так давайте все действовать сообща, чтобы каждый человек, каждый гражданин России, получив необходимые для него ресурсы, начал обустраивать мир вокруг себя. Так, чтобы ему было комфортно и уютно. Чтобы не происходили такие ситуации, которые происходят в Кемерово. Чтобы не происходили те ситуации, которые происходят на Украине. Чтобы не происходили все эти ситуации, которые в Сирии происходят и в других странах. Ведь причина только одна Люди хотят жить лучше И люди борются каким-то образом По старинке борются Как могут С тем произволом Который вокруг них происходит А мы их уничтожаем Правильно, зло, естественно Оно нам угрожает Но и кто довел людей до такого состояния Сначала довели людей до такого состояния А потом боремся Со всякого рода терроризмом И сепаратизмом Все, пришло время Изменить отношения в стране Изменить на прямо противоположные Создать такие условия в стране Когда каждый человек начнет помогать каждому И такая возможность уже есть Для этого и создана Криптовалюта призм Наша народная криптовалюта А что сейчас происходит? Сейчас чиновники опять Хотят ее взять под контроль Вам сейчас внесли в Думу на рассмотрение Закон о криптовалютах О чем это говорит? Чиновники хотят взять под контроль Народные деньги Они хотят лишить возможности Каждого гражданина Развиваться самостоятельно Опять мы должны обращаться к чиновникам И вы как президент Обязаны остановить этот беспредел Да, я понимаю, что Государство не может развиваться Без определенных правил Без определенных законов Но эти законы должны быть В интересах народа Всего народа А не отдельной группы лиц Не в интересах чиновничьего аппарата Так вы ответьте, пожалуйста, Владимир Владимирович Чьи интересы вы разделяете? Спасибо большое Вы команда! Точно! Спасибо! Земля! Интересы отдельных лиц, чиновников Которые нами управляют Или вы на стороне всего народа Который выбрал вас Который надеется на вас Как на личность Что вы все-таки возьмете И сделаете то, что должны сделать Как президент На площади, сказал И хотел бы повторить сейчас Вижу в этом, во-первых В известной степени Хотя бы Признание того, что В непростых условиях Удалось сделать за последние годы То есть Оценка результатов Нашей работы Второе Это доверие К тому, что мы будем делать вместе И третье Надежду Надежду, что То, о чем мы говорим Будет сделано Вот я просто вижу Как просто Как элементарно Буквально За три Я подчеркиваю Три дня Нам достаточно Чтобы страна Совершила Уникальные Беспрецедентные Не знающий аналога в мире Рывок Как в экономике Так и в международной политике Берем криптовалюту Призм За основу Это децентрализованные Единицы Если ваши эксперты Не понимают Не разбираются в этом Пригласите Алексея Муратова Юрия Майорова Сергея Колобова К себе И мы вам расскажем Как Это Сделать И какую роль Играют Децентрализованные Единицы В развитии Общества И мы уже Начали это делать Мы первые Нет никого Сейчас Кто использует Нечто подобное Нечто аналогичное Все криптовалюты Которые существуют Сейчас в мире Они Клоны от биткоина И уже уязвимы Они устарели То что сделали Муратов И Майоров Маленькая такая деталь Парамайнинг Так называемая Я попытаюсь Объяснить простым языком Парамайнинг Это Интеллектуальная Эмиссия Это когда Каждый человек Благодаря своему интеллекту Своему уровню Развития Может наладить Печатный станок Таким образом Чтобы ему было комфортно Чисто благодаря Выстраиванию Взаимоотношений С другими людьми Так устроена Система Так все в ней заложено Что как только мы Правильно выстраиваем Взаимоотношения С другими людьми Начинаем им помогать Чем больше мы им отдаем Тем больше мы от них получаем Такой подобной Интеллектуальной миссии Нет Ни в одной Криптовалюте Так что нужно сделать Достаточно Вам как президенту Поручить Изучить Этот вопрос Ну сколько на это Нужно время Ну пусть неделю Мы будем убеждать Рассказывать Вашим специалистам Как это все работает Дальше Вы как президент Выступаете В средствах массовой информации Либо поручаете нам Это сделать И мы от вашего имени При поддержке экспертов Которые объясняют народу Что да Вот теперь мы все вместе Как один Начинаем делать Единое Общее дело А им нужно сделать Очень Простое Действие Принять Совершенно Бесплатно Кошелек Призм С одной Монеткой Просто взять И принять Все Больше ничего не нужно Вот если это Будет объявлено По центральному Телевидению В средствах Массовой информации И люди начнут Искать эту монетку Произойдет удивительное Она моментально Станет дефицитной Почему? Потому что сейчас В обращении Находится Порядка 16 миллионов Единиц И ежедневно Прибывает Не более Тысячи Терри Двух Тысяч Монет 15-20 миллионов Уже Создадут Острейший Дефицит Эта единица Что неизбежно Вызовет Ее Качественный Рост Она Начнет Растись В цене Каждый Человек Начнет Получать Фиатные Деньги За которые Сейчас все Продается И все Покупается Как раз Именно в данный Момент В огромном Количестве Во все Возрастающем Количестве Это значит Бурный Экономический Всплеск Во всех Отраслях Общественных Отношений Если Один Человек Будет Приглашать В день Всего Лишь По одному Человеку То через 34 Дня Здесь Работает Геометрическая Прогрессия С коэффициентом 2 Любой Математик Вам это все Элементарно Может показать Через 34 Дня Чисто Математически Более 8 Миллиардов Человек Участвуют В этом Процессе 34 Дня Ни годы Ни месяцы Ни Десятилетия 34 Дня Если в день Приглашать По одному Человеку А если Мы делаем Массовый Вброс По центральному Телевидению И люди Начнут Действовать Сообщая То это Время Сокращается Вообще Моментально Еще больше Поставьте Место Одного дня Ну хотя бы Один час Хотя для того Чтобы зарегистрировать Человека в системе И передать ему Одну монетку Достаточно Практически Пяти минут Ну давайте Заложим Один час Грубо Разделите Тридцать четыре Дня На двадцать четыре Часа Вы получите Меньше чем Два дня Меньше чем Два дня И Россия Живет По таким Уникальным Законам Что весь мир Просто С ума Сходит От того Что только Мы додумались До решения Этой задач Так вот Владимир Владимирович Вам три дня Достаточно Для того Чтобы страна Начала Процветать Три дня Я Специально Разошлю Этот ролик Во все Возможные Инстанции Какие Смогу Я готов Ответить За каждое Слово Которое Здесь Произнес Я готов Встретиться С экспертами Любого Уровня И ответить На их Вопросы Мы Стоим На пороге Грандиозных Событий И Другого Пути У России Просто Не существует Все Изменится В этом мире Все И наука И религия И политика И экономика Все Начнет Жить По-новому И эти Отношения Будут Способствовать Развитию Каждого Отдельного Человека Каждый Человек Начнет Раскрывать Свой Уникальный Индивидуальный Потенциал Он Начнет Творить Не работать Как работает Сейчас На кого-то Занимаясь Отчужденным Трудом Он Начнет Творить И Каждому Каждому Я подчеркиваю У кого Есть Кошелек С волшебной Монетой Начинают Поступать Финансовые Ресурсы Их количество Растет С ростом Качества Этой Единицы Таким Образом Все Деньги Мира Начнут Стекать В Россию Каждому Человеку И разворовать Их Невозможно Их Можно Только Использовать На покупку Товаров Все Остальные Деньги Кроме Призм Практически Перестанут Людей Интересовать Они Еще Будут Ходить Какое-то Время До тех Пор Пока Нынешние Отношения Не трансформируются Во что-то Другое Я призываю Каждого Кто сейчас Смотрит Этот ролик Максимально Распространить Его Среди Своих Друзей Близких Знакомых Постараться Донести Информацию К тем Людям От которых Зависит Продвижение Его Непосредственно К Владимиру Владимирович Он должен Посмотреть Этот ролик И принять Решение Сейчас Судьба России В руках Каждого Кто смотрит Этот ролик Ваша жизнь Ваша судьба Ваше благополучие Ваше развитие Находится В ваших руках Возьмите Телефон И отправьте Этот ролик Максимальному Количеству Людей Президент Должен Увидеть Этот ролик Ну а Все остальное Уже будет Зависеть От его Решения Но мне бы Очень хотелось Чтобы Это было Искреннее Стремление Добиться Максимального Результата В тех условиях В которых мы живем И находимся И для того Чтобы это было Именно так Для меня Очень важно Я думаю Что и для нашей Расширенной команды Очень важно Чтобы мы Продолжали Вот эту Совместную работу Да Может быть Каждый В своем месте В другой Какой-то Организационно-правовой Форме Но Но делали бы Это совместно И не важно Мы формально Находимся В какой-то Структуре Или нет Важно Чтобы мы Мы понимали Что Перед нами Огромные вызовы И мы Должны Эти вызовы Преодолеть Должны Решить Задачи страны И Я очень Рассчитываю На то Что мы Вместе с вами Будем продолжать Эту работу Спасибо за внимание С вами был Сергей Курова Россия 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 Спасибо Продолжение следует...